всем привет для того чтоб собрать качественно ковер из мозаики нам надо выровнять пол одну плоскость вот такая у нас мозаика сама плитка произведена в испании ну а гидрорез и набор такой картины производитель скорее всего россия хотя на упаковке обозначена испания в коробке упаковка спинопласта попытался собрать картинку на сухую и что мы видим нигде нет симметрии и плитка вся гуляет в размерах по короям плитки прикасается а в середине щель в 5 миллиметров с другой стороны наоборот середина прикасается а по краям щель до 5 миллиметров как такое возможно а что же теперь делать возник вопрос элементы декора собраны ужасно у собранной мозаики нет никакой геометрии можно же было собрать поликалу итак вся мозаика не понимаю люди платят бешеные деньги а в результате некачественный товар и так рассмотрим эту мозаику поближе сетка вроде присутствует но не пойму для чего она даже не приклеена и держится на этих ляпках да и так каждая плитка скорее всего все элементы придется резать и подгонять по факту на стороне где элементы торчат надо будет прокручивать в сторону где элементы уходит во внутрь тем самым мы попытаемся и и выравнив и так мы разрезали по элементам и попытались все исправить как вы видите элементы можно выровнять ну как это получится в объеме неизвестно а для начала мы всю мозаику порежем по частям чтобы в дальнейшем попытаться собрать ее правильно а а Субтитры создавал DimaTorzok Все элементы режем на пенопласте, чтобы не поцарапать глянец. При разборке мозаики я увидел, что один элемент больше другого. И так практически вся, что вынуждает к разрезке элемента для его выравнивания. Каждый элемент примеряем, чтобы он совпадал с предыдущим. А также на месте приходится выбирать более оптимальный вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы найти хоть какую-нибудь альтернативу, приходится манипулировать элементами декора для лучшего решения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге получилось не то, что хотели, но лучше, чем было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее идет вот такой фриз. И с ним завод-изготовитель накосячил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришлось дорабатывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы продолжаем сборку нашего ковра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На клей не было ошибок Далее мы делаем разметку Отбивочным шнуром Еще раз убеждаемся, что поверхность Хорошо подготовлена К укладке Тщательно грунтуем И после чего приступаем к укладке Для укладки мозаики я применяю белый клей с высокой адгезией классом C2 На гребенку 8 мм Каждый элемент уже был предварительно тщательно подогнан И поэтому мы без особого труда соберем наш ковер Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 С другой стороны ковра повторяем процесс. Продолжение следует... После того, как мы сделали всю подрезку, потихоньку ее разбираем и складываем по порядку, чтобы в дальнейшем было удобно класть. И так, все подрезки убрали и положили на пенопласт, чтобы не испортить уже готовую работу. После чего приступаем к ее укладке. Так как все заготовки заранее были подготовлены, укладывать эту плитку было одно удовольствие. Не знаю, поможет или нет, но на всякий случай фиксируем малярной лентой. Проверим плитку на заполнение клеем. Вроде все отлично. Так как глубина рисунка обратной стороны плитки очень глубокая, то лучше всего будет ее промазать. И так же класть на гребенку 8 мм, чтобы состыковаться с нашим ковром. После того, как все высохло, удаляем малярную ленту. Далее нам надо будет убрать пленку с фриза и зачистить швы. Это мы сделаем перед затиркой швов. Все подрезки, примыкающие к стене, делаем ручным плиткорезом. Пришли ТЛС-Профи. Для своей работы я беру миллиметровые зажимы и сразу же взял клинья. А то старые в клею некогда чистить. ТЛС-Профи система для профессионалов. Она предназначена более для тонких и сложных работ. Поэтому я на всякий случай ссылочку на эту систему оставлю под описанием видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отрегулируем. Щипцы у меня также от профи. Друзья, это не реклама. Просто мне больше всего нравится работать с этой системой. Тонче и крепче вы уже не найдете. Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому для дальнейшей укладки подошла гребенка 10 миллиметров. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok